Я не придумаю, поэтому я начну без всякого начала, особенного. Я, самое главное, что я всегда, всегда перед теми концертами предупреждаю. Поскольку я сама человек с таким тревожным типом личности, мне кажется, что все тоже тревожатся всегда. И такие, не знаю, чего ожидать, может сразу уйти, может еще побыть полчаса. И я вам сразу скажу, что будет происходить. А происходить будет, ну, такое выступление, в котором будут звучать разные стихи, обернутые в незатейливую упаковку минималистичной музыки. И композиторы-минималисты, они многому могут поучиться на таком концерте, да. Будет звучать незатейливый аккомпанемент. И стихи. Но по-настоящему стихов будет два. А песен будет 15. Ну, как бы стихов, которые маскируются под песней, будет 15. Потом, возможно, я так поклонюсь и как будто бы соберусь уйти. Но если вы скажете, такие, не-е-е-е, ах, да, у меня есть еще несколько песен, которые я могу спеть. Но если вы уже начнете как-то сразу же при моем поклоне панически собираться домой и тревожиться, выключили ли вы там что-нибудь, или, может быть, успеете ли вы выспаться и перевести часы, то я уже не буду тогда вас утомлять. Вот, мы договорились, я думаю, взаимно. И с этого я и начну. Этот концерт, весь концерт, это выступление, оно посвящается, оно пронизано таким чувством. Генеральная линия его, это, я всегда говорю, я пою про надежду, вот этот концерт, он надежда на надежду. Очень хочется, чтобы какая-то надежда появилась. Вот про это все и будет звучать. Капитан, капитан, улыбнитесь, перераспределите мышцы лица, покажите готовность сражаться. Капитан, капитан, мой капитан, поддите, подтянитесь на турнике, у вас якоря на руке, а я нуждаюсь в надежде больше, чем в топ-пайке. Я нуждаюсь в надежде. Надежда, надежда, надежда. О, капитан, мой капитан, где ваш белый китель? Как хорошо, что ваш дедушка вас вчера и сегодня не видел. Спасибо девушке из Наказаки, что спретал кортик банку с крупой и все кончилось без суицины и трапки. Обычным запоем в надежде. Вы нуждались в надежде. Вы нуждались в надежде. Вы нуждались в надежде. В надежде. В надежде. О, капитан, мой капитан, черт побери, улыбайтесь, свет идет по цепинам, нельзя допускать разрывов в электросхеме. Капитан, мой капитан, не выключайтесь, не выключайтесь, не выключайтесь. Я капитан, я мой капитан, я нуждаюсь в надежде. Я капитан, я мой капитан, я мой капитан. Я капитан, я мой капитан, я мой капитан, я мой капитан. Я Павли. Я не знаю. Я себя reverendo. Я хочу позволить. Я вашему напо�� тебе. Я тебе не знаю. она тоже очень светлая началась более веселых композиций как вы понимаете следующая песня она про она вообще по мотивам фильма прекрасного французского фильм под названием приговорённый к смерти бежал или дух дышит где хочет возможно вы смотрели такое кино прекрасный кино основан на реальных событиях человек бежит из гестаповской тюрьмы французских героев французского резистанции сопротивления это история очень вдохновляющая потому что чудо может ожидать нас за любым углом даже когда мы его совсем не ждем дух дышит где хочет спрячь меня друг мой кузнечик в клей разны дух дышит где хочет я хочу жить я хочу жить и жить если побег невозможен и невозможен подкуп или подкоп спрячь меня божья коробка в божью коробку ковчега вокруг потоп вокруг потоп дух дух дышит где хочет Спрячь мне серая шейка, спрячь крошейка В ослаку и в кавыши Лёд тает, крошится, рядом лисица Дух, подыши здесь, пожалуйста, подыши Как на окошко трамвая Отогревая малую лунку во льду Как мама на ранку, как синбернар Полутруб человека в снежном аду Дух дышит Дух дышит, где хочет Веет, где хочет Дух дышит Вдох, сделай и выдох Лампочкой выход Хоть на секунду мелькни в темноте густой Вдох, сделай и выдох лампочкой выход Хоть на секунду мелькни в темноте густой Чтоб мой долг был отпущен Пилка, пароль, яркий подчерк твой Дух дышит, дышит Пилка, пароль, яркий подчерк твой Гребет Тает, кажется, рядом лисица Дух, подыши здесь, пожалуйста, подыши Здесь, пожалуйста, подыши Здесь вышла слуха душа. Вот такая песня. Там нету к ней никакого логического предисловия, каких-то важных слов. В ней самое главное — просто не забыть слова. Человек, человек, человек тряпичный. Человек тряпичный шел, пошел, зашел в универсал столичный. Человек, человек тряпичный. Человек, человек, человек тряпичный. Ватой голову на вилку лег, Требя засунул в ухо ухо, Ватой заложил и шел, пошел, И жил, как жил, и жил, как жил. Человек, человек тряпичный. Человек, человек, человек тряпичный. Жил, как жил, не кушал, Вашевал пальто свое донашивал, Никому не доверял, Кровь на сахар проверял, Не оплачивал проезд, Когда не видел контролера. По субботам был подъезд. Человек тряпичный. Человек, 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 Жил, как жил, все перекладывал В шкафу свою одежу, Что получше гардероба, Что похуже ватрисоли, Что совсем уже хуевого фасона, То передачного сезона. Человек тряпичный. Человек, человек, человек тряпичный. Шел, пошел себе по улице, Отличная была погода, Из дороги ничего я у него, У него все-то треснуло и крястнуло, Порвалось, растеклось, растеклось, И разлеталось, и рассыпалось Курком, белым сахаром, песком, Мелким бисером, горном, Собачьим корном и попкорном, По отрохами, узелками, Куриными мозгами. По отрохами, узелками, Куриными мозгами. Только шапочка, я у пусто порожнее Ляжите, не зашите, не зашите, Не зашить, не зашить. Только тряпочка, я у пусто порожнее Ляжите, не зашить, не зашить, Не зашить, не зашить, не зашить. Прости меня, прости меня, Хороший человек, я такой же, как и ты, Хороший человек, ничего тебе, Хотя ты мне привей, меня убей, Не припомни твоего имени, Обычный человек, тряпичный человек, Я обычный человек. Ты обычный человек, ты такой обычный человек Мы прорвёмся, мы прорвёмся Мы прорвёмся, всё, прорвёмся Мы прорвёмся, всё, прорвёмся Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Послушай, покуда нас не сторожат, и в горло не вставлены трубки. Давай убежим, нарушим морничный режим. Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Прости меня, прости меня, трепещущий человек. Пожалуйста, будь со мной, мне нужен второй связной. Мне будет не страшно, если мы будем вдвоем. Прости меня, прости меня, прости меня. Преом Субтитры подогнал «Симон» 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 Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Аплодисменты Аплодисменты Вот моя любимая песня потому что я перед ней долго говорю И знаю, что говорить — главное Потому что я перед ней всегда рассказываю одну и ту же притчу Возможно, кто-то её знает Это не освобождает вас от ответственности Вы всё равно её прослушаете В общем, это такая история но очень добропорядочным, очень добрым, сердечным, хорошим, очень хорошим человеке, который никогда в жизни ни на кого не повысил голос. Всегда был добрым, милым, замечательным, самым славным человеком в городе. И однажды он пришел к мудрому старцу и сказал, дорогой мудрый старец, дай мне совет, я бы хочу взять в дом служанку и хочу, чтобы это был такой какой-то человек хороший, чтобы он не испортил такой благостный, светлый, чистый атмосфера моего дома. И старец посоветовал взять некоторую девушку. Через несколько дней этот хороший человек прибегает, выдирая волосы на голове, в глаза его светятся какими-то уже не очень хорошим огнем. И он говорит, ты мудрый старец или ты притворяешься, кого-то мне посоветовал какую-то хитную гиену, это ужасная девушка, она испортила всю атмосферу в нашем доме. Моя жена плачет из-за нее, она щиплет, бьет моих детей. Она меня доводит от такого состояния, что я человек, который ни на кого не повысил голос, все время борюсь с желанием просто ее убить. И старец сказал, именно поэтому я тебе и посоветовал взять дом эту девушку, иначе бы ты так и прожил всю жизнь, как дурак, считая себя добрым человеком. Увы, у нас вот так как-то переизбыток от ситуации, когда мы понимаем, что мы недобрые люди. Хотелось бы, чтобы ситуация уже была меньше и меньше, но, наверное, это хорошо, что мы знаем о себе, что мы бы тоже могли сделать что-нибудь страшное. Самое злое во мне называется эта песня. Отключая инстинкт самосохранения, начинаешь верить, что все эти ранения происходят без тобой, Боль дает отбой, таким образом все эти пули, попавшие в цель, одновременно пролетают мимо, их принимает тень, а тень, похуй, она. Неуловима ни за что не несет ответственность, у нее дурная наследственность, она моя. Как остры у нее края, как у крышки банки консервов, у тени нет нервов. Самое злое во мне спасибо за самое злое во мне, Оно красиво, красиво, непереносимо. Самое злое во мне такое ценное, драгоценное. Самое злое во мне самое неподдельное. Самое, самое злое во мне. В доброте намешано многое, в ярости примесей нет. Если хочешь, спроси у Бога, из чего он еще извлекает свет. Только из предельной ярости свет, за предельной яркости, только из ярости свет. Ты лежишь обглотан и оглушен, скрытый консервно, Ножом среди двих костей сети кочек и ям, все сгарит к хуям. Но ты рад, как ребенок, сжигающий школьный дневник на какой-то миг. Озаряешь свой бесконечный, ведь будешь вошвать руку себе самому. Самое злое во мне спасибо за самое злое во мне, Оно красиво, красиво, непереносимо. Самое злое во мне, такое цельное, драгоценное. Самое злое во мне, самое неподдельное. Самое, самое злое во мне. Самое злое во мне, спасибо за самое злое во мне, Спасибо за самое злое во мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эта песня Это синтезатор я включила Залатко маленький сейчас. отОн должен как-то зазвучать пока только д… Он нас звучит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он, апофеоз музыкального минимализма. Сейчас играем для начала, и вы поймете, что вас ждет дальше. Ничего не поменяется до конца. Ну, нет, то, что должно звучать все-таки, не настолько минимализм. Я еще так далеко не шоколю. Батарейка отсутствует? Сейчас. Квадрат. Красивее всех Матвей. Как-то раз мы курили в кустах в детском лагере отдыха, и нас всех поймали. Мы стояли в кабинете начальницы. Я? Знаете, давайте я лучше батарейку поменяю, хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько я забыла сказать, в песне не подзвучала главная информация, что мы курили сигареты космос. Мне кажется, это важно. Важно тянуть для музыкального коллектива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Контакт. Говорят, контакт. Не контакт. Да прием. Не контакт. Принем. Вот что-то отходит. А не батарейка. Готовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уже выучите. В СССР, в СССР, в СССР, в СССР, в СССР. Красивее всех, Матвей. Как-то раз мы укурили космос в кустах детском лагере отдыха. Нас всех поймали. Мы стояли в кабинете начальницы, я еще одна девочка, Матвей. А пачка сигарет лежала на столе, и комета на ней падала и падала вниз, как моя никчемная жизнь. Было ужасно страшно. Вот-вот позвонят родителям, сообщат школу, выгонят со смены. И вдруг Матвей сказал. Вообще-то это я один курю. А девчонки со мной просто за компанию стояли, так что они здесь ни при чем. И сигареты мои верните, они, между прочим, денег стоят. Ну ты и наглый, сказала начальница лагеря. Красивый, подумала я. Какой же ты красивый. Самый красивый мальчик на свете, мой неволожительный в целом герой. Ты летишь и летишь на ракете, на быстрой комете, навстречу со мной. Нарисована ручка и наколка, не смоется долго, космосом пахнет кожа. В протуберанцах и в тлой эсценте ты самый красивый на этом свете. И не на этом тоже. Не на этом тоже. Мы с Матвелем дружили целое лето. Оказалось, что мы живем в одном районе. Часто встречались на остановке, гуляли вместе с собаками, болтали. А потом как-то потеряли друг друга из виду. Иногда я что-то слышал о нем. Чаще плохое. Кого-то побил, что-то украл. Распространение наркотиков, поставленное на учет несовершеннолетний торчок. Нет, — говорила я, — Матвей не такой. Он знаете какой? Но никто не знал. Не знали о том, что он самый красивый мальчик на свете. Не знали точной причины его гибели в 17 лет, когда он упал за крышу многоэтажки. То ли сам, то ли сбросили. Такое вполне могло случиться у нас на улице Гагарина, где окна в одну сторону выходит на колонию малолетку, а в другую на овраг и цыганский поселок. Самый красивый мальчик на свете, мой неположительный целый герой. Ты летишь и летишь на аркете, на быстрый комете, навстречу со мной. Нарисована ручкой таковка, не смоется долго, космосом пахнет кожа. Продумираться, как пловисть в тень, где ты самый красивый на этом свете. И на этом тоже. Вчера Матвей приходил ко мне во сне, звал покурить на площадке, выпить вина. Я и пошла, и как-то заблудилась среди неизвестных лестничных пролетов, чужих квартир, незнакомых лестничных площадок. Так и не выпила вина, так и не покурила космоса самым красивым мальчиком на свете. Самый красивый Мальчик на свете Самый красивый На быстрой ракете На встречу со мной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТО Это песня, которую я сейчас пою. Единственная песня, которая, кроме народной песни про журамку, песня на стихи, на чужие стихи, и чужая музыка в них тоже звучит. Но вы поймёте, почему. Потому что это стихи прекрасного, на мой взгляд, самого лучшего поэта на свете, Сергея Жидана, прекрасного украинского поэта из Харькова. И у меня очень много друзей в Харькове. Эта песня написал композитор Александр Манонсков. Музыку к ней. И я её очень люблю, она меня очень поддерживает, и мне очень хочется её всегда спеть. Я заранее прошу прощения у всех друзей из Харькова, Одессы, других прекрасных городов, которые услышат моё украинское произношение «Белоруссия, оно другое совсем». Многие буквы мы выговорим не так. Но моя любовь пусть сияет из каждой неправильной проговоренной буквы в том числе. Плыви, ревоплыви, ось твои острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Проведь, твий маршрут, шиє тобі парашрут. Пасе тебе в ревенні при своєму стерні. Плыви, ревна, это беру только пыль. А когда моё healthy пыль падают в герлу реки, то ты, твоя стернова, промаляет слова. Это ось мои сни, это револьские швы, это ночь, это течия, это смерть виновая. Жизнь ты, тиша и смех, его отстань на всех, любовь достаточно всем, всем моим любимым. Там улети, рыбо лети, я знаю все мосты, знаю все маяки, проблю все нахпаки. Лишь твои слова лиши, таемницы и дела лиши, в слове тебе, свободно ему спортовых мест. Кухар, рыба, кухарь, ай без ноди, мухарь, ай без жорных ноди, ради рыбы, ради. Любовь во рта всего, во рта болю твоего, во рта твоих разлук, во рта ведра зимук. Всякшую в злогу, ведь тя шаленство томила сердце, партана ведь житя, не кажучи же про смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот песня, которая написана была давным-давно, но она написана по-моему замечательному кино, которое люблю до сих пор. Это фильм «Влюблённость Пантнёв» Лаземанте Пантнёв, фильм французский, тематика французская «Любовь», «Бродяги», «Мост», «Алкоголь», «Надрыв», «Пистолеты» и непонятно, умер ли или нет. Очень хорошо. Нет, не умер. Исполняется на французском и белорусском языке. Пантнёв — это самый старый мост в Париже, а Пантнёв приводится к «Новый мост», «Новый мост», самый старый. Пантнёв. Субтитры сделал DimaTorzok 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 тех, кто уже начал тревожиться, что это все затянулось, не волнуйтесь, ничего не затянулось еще. Сейчас, это такая часть всего вечера, которую я так для себя определяю как психотерапевтическую, ну, для меня она психотерапевтическая. Я надеюсь, что, может, кому-то тоже будет как-то не лично. И она начинается с песни, которая позволяет довести вот до предельного состояния чувство самосжаления, вот чувство нытья. Я все время, когда я вот думаю, как бы эта песня должна была прозвучать в идеале, если бы я играл большой эффектив. Ее, конечно, должна была играть и Курпа Нирвана, и Курт Кабен, который преуспел в том, что он всю жизнь свою музыкальную он ныл, ныл и вот стал знаменитым. И я тоже хочу поднять. Спрячься в лесной массив, ты уносим лишь для самых близких. Ты не хорош, не красив, жизнь отгоняет тебя от миски. Лучше сидеть в глухой, чаще в лесном краю. Стать злым лопухом, интровертной сосной, не склонной к рефлексии. Стать злым лопухом, интровертной сосной, не склонной к рефлексии. Выкухай, 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 выкухай. Тут обычно приходит выкухай, собирают всю боль, поэтому второй куплет писать я не собиралась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще одна музыкальная композиция. Ну, как человек из Булина, я даже вам было немножко техно. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Остальные музыканты не подъехали? АПЛОДИСМЕНТЫ Отъехали? Нет, те, которые должны были практически играть, практически будут играть она. За коробочкой и слали добра. Важная, ну, неважная песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то рожден сражаться, кто-то рожден дрожать. Кто-то, чтоб раздражаться, кто-то, чтобы всех раздражать. А кто-то всегда во всем виноват, и тот в своей вине. И ты разберешься с первого взгляда, что речь идет обо мне, и идет обо мне. И я виновата, кругом виновата, я виновата. Опять оставим подробности, просто поверь, мне есть что себе предъявлять. Я виновата в любой момент, я виновата совсем. Но у меня есть один неплохой аргумент, чтобы ответить всем. Это была не я! У меня все в порядке с чувством вины, в достатке чувства вины. И я засыпаюсь чувством вины, я чувство вины. Намазываю нас, не ковыряюсь пинцетом, кладу с собой в кровать. И если я забываю об этом, поверь, что мне есть кому напоминать. Но это была не я, это была не я, это была не я, это была не я. Это была не я, это была не я, это была не я, это была моя внутренняя свинья. Человек это дурка, через которую влечет вселенское зло. И если ты залепил ее скотчем и пластырем, то считай, что тебе повезло. Мне не повезло, я болтаюсь в карте, волны стоят в стеной. Нам предстоит еще много открытия, на что мы способны вместе с моей внутренней свиньей. Внутренней свиньей, внутренней свиньей. Это была не я, это была не я, это была не я. А вот стишок, которым я как-то опрометчиво назвала программу, теперь приходится его читать. То есть он длинный. Да, он про такое, ну вы все прекрасно помните такую историю, вот раз в несколько лет сюда летит какая-то комета. И все говорят, вот комета, комета. И люди делятся всегда на два типа. Некоторые говорят, ну комета и комета. А некоторые говорят, может, все-таки она наконец режется у нас. И вот как-то она летела-летела, и ничего не произошло. И написала такое стихотворение. Мне не хотелось бы врать тебе. У меня к тебе новости так себе. Ты утром проснешься, и никакого конца света не будет. Будильник тебя разбудит. И вся эта фигня навалится весом. В сто тысяч тонн скажет голосом. Мамы, радуйся, что ты пока не собираешь бутылки или картон. Что у тебя есть руки и ноги, и какое-то подобие головы. Давай вставай, не сиди на кровати с видом попитой совы. Ты скажешь, мама, ну чего ты нависла? А это вовсе не мама. Это голос здравого смысла. Он скажет, подъем. Комета не прилетела, если прилетела во всяком случае не сюда. Тебе пора приниматься за дело, почистить зубы и накормить кота. Давай вставай, смой с лица следы тоски и обреченности. Мир требует, чтоб ты нашел парные носки и полные твоей включенности. Ловкости твоей миграции и заполненные налоговой декларацией. Умение отвечать за свои слова и поступки. Умение пресекать океан без спасительной шлюпки. Умение не навязывать никому своего мнения. Умение не злиться на тех, кто умнее меня. Так что давай вставай, сделай своим вузел ужас и другие утренние очищения. Не проси у кота прощения. Не рассказывай ему о детстве и своих неудачах. Для него это слово сочетание. Ничего не значит. Обещай, что поешь и наденешь шапку, чтоб тепле была голова. И что больше не будешь кричать на улице. Я так больше не могу. Я всего этого не уйдю. Во-первых, это смешно. Во-вторых, ты не в лесу. И чтоб больше никаких мечтаний насчет комет. Ты не маленький. Знаешь сам. Чудес нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Осталось исполнить совсем немного. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте попробуем. Нет. Очень хорошо. Можно так вот, когда я делаю так, вы можете сделать это действительно вместе? Нет. Как прекрасно. Какая между нами связь. Нет. Вам легко живется? Нет. Нет. Правильно. Молодцы. Ничто не злит людей, как оптимизм. Самого себя, самого себя спроси, выносил ли раньше то хоть что-нибудь такое или нет? Ответ. Нет. Нет, не выносил. Самого себя спроси, самого себя спроси, а вообще-то у тебя хватает сил, чтоб выносить все то, что раньше ты не мог себе вообразить? Ответ. Нет. Меня не поразил. И человек, и муравьед, и баба бы кашалот, ответят убедительно, у нас сил нет, чтоб выносить вот это вот. Но вынесешь, ты все вынесешь, ты все вынесешь. А-а-а-а-а, вынесешь, ты все вынесешь, ты все вынесешь. Вынеси, мусор, скинь лишний груз и воды попей. Самого себя сильней ты, самого себя сильней, самого себя. В постоянном стрессе с надеждой на просвет, легко ли обитателем вот этой самой перенаселенной из планет. Ответ. Нет. В непереносимо агрессивной окружающей среде существуют повсеместно и везде все живые существа. Не исключая человечества, от перенапряжения теряет притяжение планета Земля. Устали муравей, стрекоза и воробей, и древесная кля. А-а-а-а-а, вынесешь, ты все вынесешь, ты все вынесешь. Вынеси, мусор, скинь лишний груз и воды подклей. Самого себя, самого себя сильней ты, самого себя сильней. Самого себя, самого себя спроси, неужели тебе хватает сил, чтобы выносить? Ответ. Вынесешь. Как-нибудь вынесешь. Вынесешь. Самого себя, самого себя спроси, выноси, где протянул такой нет. Ответ. Вынесешь. Ты вынесешь. А-а-а-а-а. kör. Auch gestellt. А-а-а-а-о вкус. А-а-а-а. вот такая песня которая ну как бы такая эпилог всего происходящего поется от имени галактики ей пожалуй можно завершить нет все это уже вообще все вот хочется чтобы он застучал мир непременно спасут клещи, клоуны и бактерии а человечество пусть продолжает сидеть в пиццерии и в кафетерии человеку доверия нету человечеству в целом доверия тоже нет кто последний покинет планету не забудьте пожалуйста выключить свет спасибо Гениально тур де франц тур де франц нет сейчас такая песня просто звучит но было бы плохо так закончить правда все таки хочется чтобы у нас кто-то верил из Галактики и видел нас другими глазами вот и песня про такое про важную работу которую мы все делаем в этой жизни какой-то холодок твой нож твой нож в сердце моем а мне пора на работу это ничего это ничего это ничего это не первый твой нож как-нибудь живет как-нибудь проживу как-нибудь добегу до работы ведь работа моя имеет простое название работа моя работа моя сияние 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 изумительно не грустно так так восхитительно просто zan я не человек я не человек я не человек я сколько густо друг куста сдannt куста красю Пам-парам-парам, с густок-блёсток, пам-парам-парам. Иногда мне кажется, что у меня есть работа куда поважней, Иногда я злюсь на будильник и не хочу встать на работу. Это ничего, это ничего, так бывает у всех, Ведь у каждого человека точно такая работа. Работа твоя имеет простое название. Работа твоя, сиянье, сиянье, да, Так восхитительно, не грустно, Так восхитительно, просто, па-парам-парам. Каждый человек, каждый человек, каждый человек с густок. С густок-блёсток на барабан. Если ты брошен и уничтожен, делай свою работу Если рабочий процесс невозможен, делай свою работу Если тебя накрыло волной, делай свою работу Если у тебя выходной на работу, работа твоя Каждый человек Сгусток, сгусток, сгусток Сгусток, сгусток Аплодисменты 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 Играет музыка 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 Золотые глаза, крылья за спиной Ой, ой, посиди со мной Ой, ой, жалко, что нельзя рассказать Я все помню, мне хотелось бы забыть Но я все помню, мне хотелось бы забыть Но я мог... Жалко, что нельзя рассказать О, что нельзя рассказать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 И травинку жует, он так рад, что живет, он так рад, что живет, он так рад, что опять оживает, а вокруг все блестит и летает, кружит и поет, блестит и порыхает, кружит и поет, прощает у Лур-де-Пран. И с детской вере, когда закрываются двери с одной стороны, но с другой открываются новые двери. Прощай, Лур-де-Пран. Лур-де-Пран. Самый последний, самый последний кончик Тур-де-Франс. Самый последний, самый последний кончик Тур-де-Франс. Самый последний, самый последний кончик Тур-де-Франс. Тур-де-Франс. Спасибо. 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 И я не нашла такой песни в Spotify. Пришлось ее сочинить, чтобы как будто она так из глубины народной души, но в то же время как будто про меня совсем. И в ней конечно должен был присутствовать кто-то из Ну, сил природы Кто-то такой природный Какой-то зверь может быть И я сразу поняла, что это должен быть котик Всегда у интеллигентного человека есть Или у него котик, или у друга Который хорошо вместе при задумке И таким образом эта песня Эксперирована котиками мира А также песни группы The Cue Boys Don't Cry Я тоже забываю аккорды А, да, к чему я все это долго так рассказываю Чтобы вызвать у вас какую-то эмпатию Что вам тоже захотелось подхватить эту песню Потому что специально для тех, кто нуждается тоже в такой песне Там две последние строчки повторяются Ее можно не учить Никогда Грусть моя невыносима Боль моя темным темна Брошу спичку спичка вспыхнет Весело светло А потом огонь утихнет В луне тонкое стекло А потом огонь утихнет В луне тонкое стекло Не грустите Не грустите Не грустите В сердце память не храня Скороните Скороните Хоть быть сердце Хочешь быть смерти и меня Жалко, себя жалко, себя жалко. Хочешь быть смерти и меня Жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко. Хочешь быть смерти и меня Жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко. Хочешь быть смерти и меня Жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко. Хочешь быть смерти и меня Жалко, себя жалко, себя жалко, себя жалко. Спасибо большое.